Славная история российских кадетов уходит корнями в наше далекое имперское прошлое. На протяжении нескольких веков кадетские корпуса были одним из столпов военной мощи и боевой славы нашей Родины. Сегодня все чаще звучат голоса о необходимости скорейшего возрождения в полном объеме этого уникального института. В конце февраля в Кубинке решили еще раз привлечь внимание общественности к перспективе создания упорядоченной системы комплексного образования и воспитания молодежи в военном, историческом и патриотическом направлениях, посвятив этому круглый стол. Одним из наиболее активных и последовательных сторонников включения Одинцовского района в дело развития кадетского образования является заместитель директора физкультурно-спортивного центра Кубинка Игорь Топало. Именно он сегодня гость нашей программы. Игорь Валентинович, давайте в нескольких словах вернемся к истории и вспомним, что же такое российское кадетство, с чего оно начиналось и как оно выглядело в период своего расцвета. Слово кадет, слово неотечественного языка. И, собственно говоря, наверное, есть смысл сказать, что кадетское образование как таковое и понимание, что такое и кто такие кадеты, пришло к нам из-за рубежа. Так сказать, родоначальником этого понятия были прусаки во главе с Фридрихом Первым. В 1659 году было создано, так сказать, первое, назову это учебным подразделением, где и возникло слово кадет. С французского языка слово кадет обозначает несовершеннолетний, младший. И сразу же скажу, что в свое время, во второй половине, даже, наверное, ближе к началу 20 века, то есть когда у нас появляются в Российской империи военно-учебные заведения для молодых людей в возрасте от 17 лет и старше, на немецком языке они звучали как юнкер. Появились юнкерские училища, скажем так, которые уже и готовили в дальнейшем русский офицерский корпус. Ну, названия разные, а смысл-то один. Да, смысл все равно оставался один. Родоначальниками были все-таки прусаки. И в том числе, учитывая, что Петр I с удовольствием посещал Пруссию, где ознакомился не только с военным делом, но и с разного рода научными предметами, такими как математика, физика, навигация, черчение и так далее. В общем-то, благодаря тогдашнему российскому императору, первому императору, а не государю, у нас и появилась в 1701 году в Сухаревской башне в Москве, так сказать, школа, математическая навигацкая школа, которая явилась родоначальником тогда русского, сейчас это называют российского, кадетства. А вот, Игорь Анатольевич, перебью, а те потешные полки, например, которые Петр I создавал, можно ли это считать тоже своеобразным правообразом кадетского движения? Вы знаете, если бы у нас с вами, Петр, было бы здесь достаточно много времени, я бы досконально бы вам рассказал, что действительно, самые лучшие бомбардиры, самые лучшие пехотинцы или мушкетеры, их назовем так, Преображенского и Семеновского полка на самом деле и были первыми преподавателями в дворянских ротах, в дворянских школах, которые появились параллельно, но чуть-чуть позже. И, так сказать, послужили дальнейшим продолжением этого шляхетского корпуса. Ну, а дальше, учитывая, что Россия действительно на протяжении веков, столетий вела войны с разного рода, ну, наверное, не государствами, потому что обычные люди, есть обычные люди, такие же верующие, такие же, там, допустим, христиане или мусульмане, скажем так, им воевать-то не всегда хотелось, и, собственно говоря, не нужно было бы совершенно. А вот политикам тогдашним, ну, как и современным политикам, это было просто необходимо. Это было первой причиной того, что кадетское движение тогда, скажем так, военно-учебные заведения, необходимы были в более больших объемах, масштабах, если хотите. И, собственно говоря, начиная с Анны Иоанновны и далее, Екатерины Второй и так далее, кадетство расширяло свои границы. Появились уже, так сказать, сначала, в 30-е и 40-е годы, так называемые дворянские роты, полковые роты, где дети наиболее чтимых солдат, унтер-офицеров, так сказать, объединялись в такие подразделения. В середине 18 века, значит, у нас большое значение в развитии кадетских корпусов получили, так сказать, инициативы состоятельных купеческих гильдий, семей и так далее, на средства которых создавались подобные учебные заведения. Это, кстати, не мешало бы учитывать и нашему нынешнему правительству в плане дальнейшего развития кадетских корпусов как таковых. И, собственно говоря, к началу 19-го столетия, то есть к началу наполеоновских войн, система кадетского образования получила несколько новый статус. И, собственно говоря, из обычных тогдашних кадетских корпусов, которые имели несколько другие названия, в силу ряда причин, но, собственно, не самых существенных сейчас, они превращаются уже в военные гимназии. И, собственно, назначение этих гимназий оставалось тем же. Но дело вот здесь в чем. Так сказать, офицерский корпус, который являлся основным воспитателем в этих учебных заведениях, заменялся на гражданских лиц. Директором гимназии становились гражданские лица. Так сказать, педагогами основными становились также гражданские лица. И только лишь в старших классах или в ротах для старших классников военные должности занимали непосредственно офицеры. И так длилось до середины 19-го столетия, после которого прошли небольшие изменения, связанные с тем, что выросло кадетство из того, чтобы считаться как таковым. Необходимы были коренные изменения или реформы в военно-учебной деятельности и вообще в военном образовании как таковых. И появляются подготовительные курсы для того, чтобы молодых людей готовить к поступлению в старшие роты. Начинают понимать, что кадетский корпус как таковой, где детей набирали, ну, скажем так, есть источники информации, что первоначально даже вообще с 4-5 лет набирали дворянских детей. А с 1870-х годов, по-моему, с 1877 года, первый раз создается программа вступительных испытаний для поступления. Тогда в военные гимназии или прогимназии. Ну и, соответственно, к 1888 году окончательно становится разделение военных гимназий на военно-учебные заведения. Сейчас это называются высшие учебные заведения, ну, тогда для того уровня образования. Они назывались военные училища юнкерские для детей, так сказать, из низших сословий, но доказавших своей преданностью, то есть настоящим патриотизмом, что их дети заслуживают того, чтобы тоже стать дворянами. Получить по окончанию юнкерского училища низший 14-й класс, согласно табеле о рангах, введенным еще Петром Алексеевичем. И так вот, я вам скажу, что на моем слуху всегда фамилия Антона Ивановича Деникина. Командира 8-й железной дивизии во время Первой мировой войны, руководителя штаба, скажем так, юго-западного направления, тогдашнего, потом руководителя белого движения на юге России, ну, не скрываю, очень умного, талантливого человека, вынужденного кончить, так сказать, свои последние годы жизни в Соединенных Штатах Америки. Однако, очень уважаемого Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в всяком случае, это первый человек, который 22 июня 41-го года из русской эмиграции сказал свое «я» в сторону того, что Советский Союз победит, но никак не вооруженные силы фашистской Германии. В противовес многим эмигрантам, которые перешли на сторону служения Гитлеру. Ну, то есть, проявил настоящий патриотизм. Да, совершенно верно. Ну, вот это вот юнкерские училища, были военные училища, их было много, так сказать, которые, в которые поступали юнкерами, заканчивали его уже подпоручиками и шли, соответственно, кто в гвардию, ну, либо в обычные пехотные части. Но нужно сказать, что, собственно говоря, кроме обычной пехоты и кавалерии, молодых людей-кадетов готовили в середине 19-го столетия не только в эти рода войск тогда. У нас была артиллерия, у нас были инженерные войска. Для этого были свои учебные заведения или классы с отдельной программой, которые готовили элиту тогдашнюю, а именно русских военных инженеров. И уже на рубеже 20-го столетия на слуху у меня Дмитрий Карбышев, который также закончил кадетский корпус сначала, потом военно-инженерную академию. Выдающаяся личность, погибшая, к сожалению, в застенках фашистского концлагеря в 45-м году. Но, однако, до конца, оставшись, в отличие от, ну, скажем так, выпускников советской военной школы генералитета, перешедших на сторону фашистской Германии, таких, как, например, Андрей Андреевич Власов. Игорь Валентинович, ну вот я так понимаю из Ваших слов, что на протяжении всей практически военной истории последних веков, всего военного строительства Российской империи и более позднего, вот этот вопрос воспитания именно молодежи в духе, ну, во-первых, военного патриотизма, во-вторых, привития вот этих навыков военного дела, сызмальства, этому придавалось вообще колоссальное внимание, уделялось колоссальное внимание, придавалось огромное значение. В силу ряда обстоятельств, сложившихся в нашей стране в конце 90-х годов и приведших к тому, что сейчас в буквальном смысле понимание российского патриотизма выхолощивается по-разному. Мы пришли к тому, что у нас 240 кадетских корпусов совершенно разных ведомств, то есть получается разных команд. А где, как очень интересно сказал в свое время Андрей Миронов, в очень, ну, скажем так, обучающем музыкальном фильме под названием «Обыкновенное чудо», где он назвал одного из главных героев корольком Леонова, актера, вот у нас получается так же, что каждое ведомство свой королек, и каждое ведомство считает себя правом. То есть единого подхода нет сейчас? Абсолютно нет. И вот именно с этим связаны то отсутствие документов правовых, которые, собственно говоря, их недостаток, они не позволяют прийти к единому пониманию. Вот почему в декабре месяце, когда герою России, скажем так, представителю общественной палаты Российской Федерации, уважаемому Бочарову, было поручено лично президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным подготовить, создать рабочую группу и подготовить необходимые документы для разработки единого закона о кадетском образовании в нашей стране. Потому что само кадетство, как движение, оно никогда, даже после революции, хотя произошел, так сказать, согласно иерархии, переход на миграционный вариант, оно никогда не пропадало. Уже в 22-м году начали создаваться первые спецшколы, которые набирались 12-13 лет. То есть это то, что вылилось потом в Нахимовское училище? Да, ну, как вам сказать, здесь относительно да. Ну, хотя вот генерал-полковник Игнатьев, это, так сказать, человек, который предложил Иосифу Валерийовичу создание суворовских училищ в 43-м году. И вот то, что спецшколы, они набирались более старшего возраста, и, собственно говоря, ввиду того, что в стране была огромная проблема с образованными выпускниками школ, для артиллерии, военно-морского флота и авиации были созданы такие спецшколы. Прообраз предыдущих кадетских корпусов. То есть буквально 5 лет, и... Совершенно верно. К вопросу пришлось возвращаться вновь. И все опять, все опять закрутилось по спиральке. В 43-м году, ввиду того, что у нас создалась катастрофическая ситуация с детьми, сиротами, опять же началась беспризорщина, уголовщина и так далее среди несовершеннолетних. Начали создавать Суворовские, Нахимовские военные училища. Как раз набирали детей 6-7 лет, в отличие от спецшкольников. Ну и, соответственно, в 60-е годы, благодаря тогдашнему нашему руководителю Хрущеву, произошло небольшое смещение. И, собственно, мы и получили в итоге, что спецшколы были ликвидированы, переведены в штаты военно-учебных заведений. А Суворовские училища начали принимать после 8-го класса. Ну и, соответственно, вернулись опять с пешколом. Как ни крути, в начале 80-х годов, когда на национальных окраинах начали создаваться республиканские специализированные школы-интернат с углубленным изучением русского языка, усиленной военно-физкультурной подготовкой, выпускником одной из которых является ваш покорный слуга. У меня даже есть небольшие фотографии. Это погоны спецшкольников, соответствующих Суворовским погонам. А наверху фотография спецшкольника 30-х годов. Здесь фотография внизу памятника спецшкольникам, защитникам города Киева, советского города, в 40-е годы, в начале обороны от фашистов. Вверху фотография в повседневной форме. А это фотография монумента, который находится в городе Москва, тем же спецшкольником 30-х, 40-х годов. То есть эта память, к сожалению, мало кому известна сейчас. Но это просто подтверждает, что кадетское движение никогда в нашей стране не заканчивалось. Ну и, соответственно, что же хотим сейчас мы? Мы пытаемся достучаться до более высоких инстанций. К сожалению, ввиду того, что действительно, как говорит Александр Иванович, наше руководство надо предварительно учить. Потому что, назначая на должности, это должны быть не Чапаевы современные, или Щерсы, или Фурманы, готовые шашками в руках добиваться каких-то результатов, не понимая, зачем они это делают. А наоборот, научить. Потому что кадетское образование – это отдельное образование. И только кадетское образование может действительно подготовить национальную элиту, которая сумеет на основе не просто определенных услуг, предлагаемые ей государству, так сказать, выставить свои услуги тому же государству, а только на основе идейной своей подготовки стать по-настоящему служителями для своей нации, для своего государства. Только на основе идеи настоящего духовного патриотизма это возможно. Вот поэтому и проводился только на Русском Соборе, вернее, рассматривался этот вопрос только на Русском Всемирном Соборе. Потому что считается, что, ну, скажем так, только Русская Православная Церковь, да, наверное, не только Православная Церковь, но и мусульманство русское, и католицизм русский, он на самом деле единственно сейчас способен изменить взгляд подрастающего поколения на то, что, к сожалению, выиграли Соединенные Штаты Америки в границах нашей страны. То есть поменять взгляд подрастающего поколения на нынешнюю действительность. Вот этим мы и пытаемся сейчас заниматься. Сейчас готова концепция воспитательно-образовательной программы. Практически готова уже сама воспитательно-образовательная программа для школ Одинцовского района. Но, к сожалению, так получается, что руководство управления образования района очень сильно занято. Очень сильно. Они настолько загружены, что, к сожалению, на сегодняшний день у них не получается с нами встретиться. А ведь через неделю-две уже начнется, так сказать, подготовка к сдаче ЕГЭ. И тогда мы опять с ними, к сожалению, не встретимся. И это вопрос опять уйдет на длительные, это сказать, длительные дистанционные взаимоотношения. Ну, дай Бог, что у нас это получится, и будет какой-то результат. На сегодняшний день мы пока что вынуждены заниматься, ну, наверное, стихийно теми вопросами патриотического воспитания, которые возможны для нас. Мы сейчас пытаемся создать в Кубинке свою рабочую группу по рассмотрению вопроса. На сегодняшний день у нас активно работает проект военно-патриотический по периоду Великой Отечественной войны. 6-8 мая, конкретно я вам скажу, даже культурную часть вы увидите здесь, в городе Одинцово. Сегодня мы встречались с помощником руководителя администрации Одинцовского района, Виталием Викторовичем Савиловым. Он одобрил наше предложение, инициативу. И седьмого вечера здесь, перед зданием администрации, пройдет культурная часть. Все, что вы видите здесь на столе, это боевые награды, утвержденные руководством Совета депутатов поселения Кубинка, которые вручаются на основании выполненных нормативных требований в этом разделе лучшим участникам раздела. В него приглашаются ребята возраста от 12 лет и старше. Дальше у нас никаких ограничений совершенно нет. На сегодняшний день уже более тысячи человек приняли участие в этом проекте. И получен очень высокий результат. В отдельных школах приходится отбирать такой большой наплав желающих принять участие в разделе. Но у нас, к сожалению, ограниченные возможности. Вот только лишь поэтому так это происходит. То есть патриотическое движение и в районе, и в поселении Кубинка имеет достаточно высокий уровень развития. Игорь Валентинович, я знаю, что вы являетесь большим энтузиастом создания в Одинцовском районе в той или иной форме кадетского образовательного учреждения. Либо собственного, либо филиала действующего кадетского корпуса какого-нибудь. Я знаю, что это очень непросто. В нескольких словах вообще, наш район Одинцовский самый военизированный, считайте, в России. Ну как нам не иметь свои возможности давать ребятам кадетское образование? И офицерских, соответственно, детей у нас больше, чем где бы то ни было. Вот может ли Одинцовский район стать базой для создания собственного кадетского корпуса? Или этот вопрос тоже уходит куда-то в перспективу туманную? Вы знаете, база есть. Дело немножко в другом. Я вскользь затронул этот вопрос. Дело в, ну скажем так, в правовой стороне. Я намекнул немножко, что на самом деле, скажем так, кадетским образованием должны и обязаны заниматься только наше правительство. Все остальное будет то, что сейчас получилось. 240 корпусов ни о чем. Сейчас разрабатываются соответствующие правовые документы по этому направлению. Собственно говоря, сказать так, что мы имеем право иметь свой корпус, это будет немножко нелогично. Мы имеем право на то, чтобы предложить себя для нашего правительства создать площадку для такого корпуса. Другое дело, что вернусь к прошлому. Кто сидит на коне и чем машет? Шашкой или думает головой? К сожалению, получается, что больше шашкой к несчастью. Вот поэтому мы вынуждены потихонечку, как в фильме «Мы из будущего» первой части, наши шли к Берлину по карте, так вот мы вынуждены потихонечку двигаться наверх, чтобы нас сначала увидели, потом услышали и приняли соответствующее решение. Ну, по-моему, вот вопрос создания полностью, полной же правовой базы, касающейся кадетского движения, запланировано на 18-й, по-моему, год, если мне не изменяет память. Ну, в принципе, да, потому что, в общем-то, окончательно все должно состояться к 20-му году, к 9-му мая, то есть к 75-летию Великой Победы, должно быть полностью оформлено или оформлено решение, разработанное в дорожной карте кадетского образования Российской Федерации. То есть я так понимаю, что «Матрицу», по большому счету, вот, по крайней мере, в Кубинке, уже создали. Разумеется. То есть, в принципе, все. Только переводи это все на правовые рельсы, а так уже все готово к тому, чтобы полноценно заработало, вот, скажем, такое учебное заведение. Только надо действительно действовать в рамках правого поля, которое еще и до конца-то и не создано. Совершенно верно. Мы пытаемся параллельно идти, чтобы вовремя стать плечом к плечу с теми, кто действительно, вернее, с теми, кому мы готовы реально помочь в этом. Игорь Владимирович, ну и вот в заключении несколько слов о том, как же все-таки идет процесс военно-патриотического воспитания именно в Кубинке. Я знаю, проводится огромное количество интереснейших реконструкций. Я знаю, что... Ну, вы сказали уже о том, что у вас даже чуть ли не на конкурсной основе уже отбираются ребята. То есть, я так чувствую, что традиции эти вот отечественные патриотизма, они живы, они никуда не делись, их надо только немножечко вот пыль с них согнать, да. И вот этот детский патриотизм, который, ну, на генетическом уровне, наверное, в нас живет, да, он вот проявится во всей своей красоте. Вот в нескольких словах, что вы сейчас делаете, чем минувший сезон особенно запомнился? У нас создана система, которая работает благодаря не только нам, но и педагогам, работающих в средних общеобразовательных школах. А нас знают благодаря этому, благодаря сарафанному радио, в том числе и средствам медиа, знают уже во всем районе. Ну, наверное, не только в районе, так сказать, так как я еще и спортивный деятель в какой-то степени, а нас знают и за пределами области, благодаря моим спортивным связям. И, собственно говоря, сама система, она не закрыта, наоборот, она открыта. Мы приглашаем в нее всех, кто горит желанием действительно научиться послужить Родине, но тут даже не в этом дело. Разбирать, собирать автомат и просто стрелять могут научить в любом военно-спортивном или военно-патриотическом клубе. А вот душой оценить – это дано, к сожалению, не каждому и не везде. А вот наша задача именно в этом заключается, чтобы не просто научить бегать с автоматом, а подготовить к тому, чтобы, не дай Бог, конечно, в какой-то критической ситуации человек достойно себя раскрыл. Что, собственно говоря, на сегодняшний день мы и учимся, и у нас, слава Богу, это получается, потому что как только я не прихожу в какую-то школу, первый вопрос – когда мы будем вместе снова? Вот, коротко. Что ж, спасибо огромное, Игорь Валентинович, за то, что пришли сегодня, ответили на интересные вопросы. Я думаю, что эта тема действительно настолько же интересна, насколько и обширна, и я надеюсь, что мы будем информационно сопровождать вас в вашей, ну, возможно, можно, наверное, этой борьбой назвать, в вашем вот этом хорошем начинании. Я надеюсь, что действительно мы будем освещать все эти моменты. Спасибо вам. Жду всех 7 мая у стен. Администрации района, где пройдет только культурная часть нашего очередного раздела. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был Игорь Валентинович Топало, заместитель директора физкультурно-спортивного центра Кубинка. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok